Привет, меня зовут Олег, я экс-заключенный, отсидел три с половиной года в ВК-5 на Рыжкину. Посадили меня вообще ни за что, за обычную коммерческую деятельность. В принципе, там ничего не страшного, там просто все это долго и скучно, и чтоб не было скучно, люди занимаются всякими разными смешными вещами. Заезжая в хату, там один груз-то Руслан, такой здоровенный мужик из Владимирской области. Ну, а делать нечего. Олег, давайте научу, как писать тюремные малявы. Вот, начнем с обращения, там, вечер добрый, братцы. И он говорит, братцы нужно обязательно подчеркивать, там, одной чертой, потому что братцы, там, это людское. Все людское подчеркивается одной чертой, все воровское подчеркивается двумя чертами, все божье подчеркивается тремя чертами, а все мусорское подчеркивается волнистой линией. Причем, что, когда, чем является, не совсем очевидно. Я слышал несколько часовые споры между какими-то там криминальными теологами по поводу того, что является воровским, а что не является, что является боговым или мусорским и так далее, так далее. Пишется все это на тетрадках в клеточку, которые продаются там в ларьке или которые в основном отправляют родня. Там красные поля, а красный цвет неприемлемый в тюрьме, поэтому его нужно, про него провести линию и такую нарисовать, как бы колючку. И вот обязательно красного цвета должно не было. Ну и действительно такой был бюрократизм. Я пытался отправить пачку сигарет, там, зачетки какой-то на другой корпус. И мне там четыре раза чуваки отправляли обратно и говорили, что я там неправильно подчеркнул букву М или что-то там мне ввел кружочек и вот такое. И причем я им пишу, что что вы завели из бюрократии, а они мне отвечают, братан, какая бюрократия, такая постанова. Вообще все это преступное сообщество на постсоветском пространстве, оно очень хитро устроено. Там есть иерархия понятная, вор в законе, он натурально на положении какого-то божества. Это все придумывается, ну, потому что еще детство у людей. Оно кончилось очень в страшном месте и они, ну, продолжают себе придумывать какую-то игру, она просто жестокая получается. Вот взять вафельку хотя бы. Это же, ну, что может быть безобидней вафелькой? Ну, зэки не могут называть ее вафелькой, и вафли нельзя называть, неприемлемое слово, поэтому они называют вафельку печеньем в клеточку. Это не везде. Если ты попадешь, не дай никому, не советую, не дай бог, произойдет какой-нибудь особый режим, где люди сидят по 30 лет, они будут вафли называть вафлями, и никого не возникнет никаких проблем. Очень часто вот эти всякие смешные штуки, наряду с какими-то догмами тюремными, ауешными, про справедливость и про все остальное, вот примешивается еще вот такая вот фигня про вафельки. В тюрьме ведь постоянно хочется жрать, на самом деле. Несмотря на то, что есть передачки, есть ларек, есть способы всякие получать еду, ты не чувствуешь себя каким-то суперсытым и супернаевшимся по одной простой причине. Ты все это вместе делишь на всех, поэтому когда заходит передача, там, несколько передач, 200 килограмм, все это съедается просто там в два дня. Любая еда, это такой, типа, фетиш, ее готовят, ее заказывают специально, специально там продумывают, что заказать, и поэтому есть какие-то способы готовки. Ну, например, всем же хочется поесть шашлыка. Есть способ приготовить шашлык в тюрьме, в тюремных условиях, мы так и делали. В передачке приходит вареная баранина, берется миска алюминиевая, в эту барань накладывают ее миску, миска снизу обмазывается зубной пастой, либо подвешивается, либо вставляется в какую-то щель, и потом греется на факеле. Факел или дрова, это вафельные полотенца, вернее, полотенца в клеточку. От них нет никакого дыма и никакой гари, и то есть никакие охранники не набегут, ничего никогда не сделают, потому что он действительно горит, и не оставляет никакого запаха. Получается шашлык, действительно шкварчащий, горящий, прям вот натуральный шашлык, и можешь себя почувствовать немножко свободным человеком, сидя в тюремной камере. Привет, я Надя Толоконникова, и я попала в тюрьму, потому что я танцевала и пела панк-молебен против Путина. 40 секунд исполнения в храме Христа Спасителя и два года в тюрьме. Первое место подальше после того, как тебя закрывают, это СИЗО. Такое особенное место, московское, сезон номер 6, где сейчас сидят Павликов и Дубовик. Это в основном женское СИЗО, но там есть первый этаж, который отдан бывшим сотрудникам. Это судьи, прокуроры и менты. Если заключенные просят своих родственников купить им какую-то услугу в салоне красоты, у вас есть возможность быть выведенным из камеры. Мужики повадились ходить в этот салон на педикюр. Один бывший мент в тот момент, когда ему женщина заключенная делала педикюр, она просто посмотрела на него, поняла, что он кончил. И она тогда сказала, что никогда в жизни больше я не буду делать мужикам здесь педикюр. Мужчины в тюрьме достаточно редки. И хотя иногда и на них тоже западают, это, например, механики. Но они обычно такие ужасные и пьющие, обрюзгшие, что редко кому-то действительно захочется с ними иметь какой-то контакт. Гораздо более красивый способ решения этой проблемы, жажды любви – это любовь между женщиной и женщиной. Тут два по типу пар. Один из них – это когда одна женщина женственная, а вторая женщина мужественная. То, что мы здесь называем буч. Бучи в колонии называются каблы. Их не так много. Обычно на всю колонию их, допустим, 5-7 человек. За каблами ухаживают, постоянно носят кофе, чай, чиф, приносят конфеты, выполняют всяческие их поручения, дарят им ценные вещи, такие, например, пуховые платки. С одной из них у меня была интересная история. Ей дала задание администрация меня соблазнить. Она приходила ко мне, говорит, «Ты хочешь выпить со мной кофе? Ты хочешь есть со мной шоколадку?» Я понимаю, собственно, к чему это шло, потому что впервые я не услышала, когда я только пришла на промзону. Она ходила так, как будто у нее реально есть член. Она идет в такую раскоряку, поворачивая плечами, вот так и действительно очень-очень харизматичная. С таким носом, как у орла. В общем-то, по нашим обычным параметрам, наверное, страшная, но безумно харизматичная. С выпившими зубами, такими коричневыми. Она сидела в колонии уже 9 лет, но вот именно за счет своей гендерной ненормативности очень привлекательная. Плюс запах духов. Очень редкость в колонии, в женской колонии, это мужские духи. И если кому-то удастся их затянуть, а затягивать их, как правило, удается статусом заключенным, то к ним все тянутся, потому что нам как-то все равно подсознательно хочется воспринимать этот запах и видеть в ком-то того, кого мы видели вокруг себя, а именно прекрасных мужчин. И вот от нее так здорово пахнет. Я решаю, собственно, почему бы и нет. И началась моя действительно классная жизнь в колонии. У меня было 2 недели, когда мне действительно очень хотелось идти на промзону. Я приходила к ним за куток, мы смотрели на котят, которых она спасла. У нее были маленькие котята прямо под столом. Мы прятали их от охранников, которые могли их выкинуть и даже сжечь. Мы сидели на столах, где стоят швейные машинки, целовались. Это был первый мой опыт, когда я поняла, что я могу испытывать такое дикое совершенно желание к женщине. Ну а через 2 недели случилось, в общем, достаточно предсказуемое. Она ко мне пришла и сказала, что, слушай, ты сейчас едешь в суд на продление УДО, и ты будешь общаться с журналистами. Знаешь что, ты не говори про условия в колонии, не говори вообще ничего про колонию и вообще будь там помягче. Я выслушала ее, пожала плечами и поехала на суд. Естественно, я рассказала все, что я считала нужным рассказать о колонии. Ну и когда я вернулась сюда, ее посадили в ШИЗО на 2 недели за то, что она провалила эту операцию. И с тех пор мы никогда больше не общались. Привет, меня зовут Алексей Полихович. Я сидел 3 года, 3 месяца, 3 дня по болотному делу. Я занимался тем, что я вытаскивал людей как бы из лап ОМОНовцев и дернул. Ну, по крайней мере, ОМОНовец так говорит, что он через 5 месяцев вспомнил, что я дернул его за руку. Ну, как бы я не отрицаю, в схвалке мог вполне и дернуть его за руку как бы. Он описывал, что это было очень важно для момента в жизни, ему было очень больно физически и морально. И он потом даже 3 дня не спал с женой в своей водной постели, он это говорил на суде. Летом 2012 года меня закрывали, и я приехал в СИЗО «Медведь». И меня первое, что поразило, это где-то было, может быть, 11 или 12 часов ночи. И когда нас начали везти по коридору, везде стоял крик. Вот во дворе тюрьмы стоял такой крик. Все, не знаю, голосов 20, наверное, перекрикывались друг с другом, что-то кричали, что-то выясняли, говорили какие-то непонятные слова. Мне показалось, что это бунт начался в тюрьме. И меня тогда сильно это поразило, когда я зашел в камеру, я как раз и сказал прям человеку, что, а что это все кричат, что это происходит. Я такой, ну, это дорога. Но дорога это такая запрещенная с точки зрения администрации штука, когда все арестанты делают веревочки и соединяются этими веревочками между камерами. И таким образом обмениваются, ну, чем угодно, там, письмами, теневая администрация тюремная, там, всякие блатные авторитетные люди, они там пишут какие-то обращения ко всем арестантам. Кто-то присылает еду какую-то кому-то, кто-то переписывается с подельником, кто-то, там, присылает телефон или что-то там, наркотики, все что угодно, в общем. Все, что есть в тюрьме, можно послать по дороге, но если это пролетит, конечно, в решетку. Вот эта вот дорога, она происходит посредством коней, но конь это такая веревка, она делается из простыни, обычной простыни, которую можно выменить у банщика, там, за пачку сигарет. Ты берешь простынь, берешь мойку, мойка это лезвие из бритвы, разрезаешь простынь на такие лоскуточки, потом берешь три лоскуточки, связываешь их косичкой. Классический конь, не знаю, может быть, метр два-три он занимает. Ты там сплетаешь его, там, завязываешь, чтобы он не развязался. Потом берешь носок, желательно длинный и упругий, чтобы он тянулся. Ты засовываешь конфетку или пробку из бутылки, потом ты вот эту пробку в носке, ты привязываешь к веревке. Это называется карман. Одной стороной он привязан намертво, а вторая, как бы, она отвязывается и завязывается. Берешь письмо, ручку, пачку сигарет, засовываешь в носок, привязываешь к веревке, но не сильно, чтобы его можно было развязать, но одновременно, чтобы он не развязался в пути. Бывало, когда там прислали такие просто паровозы еды, как бы, вот эта колбаса такая была вся, как бы. Поэтому он должен быть эластичный, да, чтобы туда можно было многое запихнуть. Котов так посылали тоже бывало. Кот не включен в список запрещенных предметов в тюрьме, поэтому его можно. И просто у вас есть некая там система знаков со соседней камерой. На дороге всегда сидит человек, он смотрит, когда конь дергается, и он понимает, что это значит, что в носок на той стороне, там, не знаю, в другой камере что-то положили, нужно его затянуть. Вот мы сидели наверху на третьем этаже, и у нас дорога была только вниз, на второй этаж. А на втором этаже была дорога в четыре стороны, вниз, вправо, влево и вверх с нами. Но как бы у нас был тупичок, то есть на нас шли только вещи, которые только нам идут. Чтобы не нужно было все время сидеть на дороге, мы привязывали ложку к коню, и когда такой будильник делали, и когда коня забирали, ну, им что-то приходит на второй этаж, они должны нам передать на третий. Они как бы понимают, что это нам посылка, они забирают коня, забирают веревку, он как бы, ну, утягивается, и ложка бьется о решетку, и так как бы человек, который на дороге, он просыпается и понимает, что ему нужно сейчас ждать какие-то какие-то посылки. Вот, так это происходило. Нужно, когда новый человек в этом обществе появляется, нужно это общество об этом осведомить. И поэтому там пишется определенная бумажка, что вот такой человек заехал, такая статья, курсовая это называется. Эта курсовая, она как бы ходит по всей дороге. Ты видишь, что приехал такой человек, ну, ты ему типа пишешь, там, привет, у меня такая статья, наверное, ты как бы мой подельник. И он тебе отвечает, да, там, здорово, я про тебя читал, там, в газете, там, или что-то такое. Вывод такой я сделал, что я сдерживался еще, к тому же, но, видимо, сдерживаться было не нужно, потому что как бы смысла никакого в этом не было. То, что я пытался сдерживаться и не совершать противоправленные действия, никому это на суде не было важно, важно было, что я там был, меня установили по видео, и я как бы там как-то активно действовал, даже там стараясь находиться в рамках закона. Когда начальник колонии заходит, надо говорить. Осужденный Байкулов. Привет, меня зовут Кас. Я был осужден в 2014 году по 228 статье. На 8 лет общего режима отсидел половинку, 4 года и недавно вышел. Лишение свободы – это самое минимальное из тех приключений, которые с тобой могут произойти в тюрьме. У нас система таким образом устроена, что основное наказание, оно не связано с лишением свободы, оно связано с тем дискомфортом, который ты ощущаешь, находясь за решеткой. Это бытовой дискомфорт, психологический дискомфорт и так далее. Из бытового – да. То, что там тараканы ползают – окей. То, что там воняет, грязно, ничего не отремонтировано – окей. Камеры переполнены – да. Спишь по очереди – да. До сих пор встречающийся факт. То есть камера на 6 человек, а там сидит 15. Очень часто ты находишься в каком-то изолированном пространстве с такими людьми. Чем больше ты с ними находишься, вот так наедине, тем тебе больше нравятся собачки, кошечки и те же самые тараканы. Есть камеры, где есть тараканы, а есть камеры, где есть клопы. Но нет камер, где есть и тараканы, и клопы. Но клопы, конечно, более неприятны. Они и кусаются, и там сильный дискомфорт доставляют. А тараканы, что, ну, ползают и ползают. Прикольно. Хоть какая-то движуха. Ты можешь смотреть просто на стену, а можешь смотреть на стену, по которой ползет таракан. Первый СИЗО, где я сидел – Красная Пресня в Москве. Я написал твит по поводу того, что в камере там 10 человек, и на каждого человека приходится по 5-6 тараканчиков. И мы мирно сосуществуем, и тараканчиков старается никто не трогать из-за людей, потому что, ну, хрен знает, за что они там сидят. В 80% учреждений, где я находился, была возможность, типа, за взятку занести телефон и приобрести телефон у зэков или у копов. Никаких проблем не было. Опять же, здесь просто тоже такой момент. То есть копы, с одной стороны, продают телефоны, да, а с другой стороны, сами же их изымают. То есть они рождают и спрос, и, как бы, предложение. Вот, например, ну, вот такой, да, элементарный телефон, да, просто фонарик, который стоит на рынке, там, 200-300 рублей. В московском СИЗО его цена может доходить, там, до 10-15 тысяч спокойно. То есть люди платят эти деньги, потому что, как бы, ну, они платят не за телефон, они платят за возможности пообщаться. Даже вот такой, имея вот такой телефон, да, простой, с фонариком, ты можешь свой аккаунт в Твиттере подключить к сим-карте и просто смс-ками отправляешь на определенный номер сообщения, и у тебя публикуется оно в виде Твита. Я уже потом, как бы, задним числом анализировал вот эту историю, каково мне было бы, если бы я не вел Твиттер. Просто у меня было два, как бы, таких, я не знаю, как это назвать, режима, да, то есть я, с одной стороны, вел какую-то публичную деятельность, да, находясь в тюрьме, я там писал твиты, и был какой-то фидбэк, подписчики, там, помощь какая-то там от людей. Но, с другой стороны, я ее никак внутри, типа, самой системы не афишировал, то есть ни зэки, ни копы, ни, там, полицейские, ни надзирательники, ни начальник колонии, ни, там, отрядник, никто не знал, что у меня есть такой канал. Мне легко представить, что было бы, если бы не было моего Твиттера, да, я вот точно так же сидел бы, какими-то бытовыми, там, вещами занимался, общался с людьми, там, занимался спортом, там, резьбой по дереву, я не знаю, ну, если бы этого не было, то, значит, видимо, я бы освободился и не издал бы книжку, все, вот, в этом отличие. Внезапно, там, то есть я сидел в Твиттере, там, что-то там писал, переписывался с кем-то и залетели копы, начался там внезапный шмон, у меня забрали телефон, я не успел разлогиниться, и я нервничал, потому что я знаю, что они, когда телефоны забирают, они досконально там все проверяют, номера, с кем ты переписывался, с кем ты списывался. А я как раз переписывался с девчонкой, она у меня хотела интервью взять, и она мне прислала список вопросов, такие общие сначала, а потом уже, типа, конкретные, которые мою деятельность, ну, более чем, как бы, раскрывают там. И вот этот начальник оперчасти, который забрал у меня телефон, он меня через два дня вызвал, и мне говорит, ты скоро освобождаешься, я не буду тебе, там, портить, ну, твою, там, как бы, ситуацию, да, сейчас писать выговор, там, у тебя УДО отменится, я все твои, там, эти, переписки, ну, видел, там, и так далее, я говорю, а что ты видел? Ну, я понимаю, что вряд ли он видел, потому что, если бы он видел, то он бы как-то по-другому на это отреагировал, и он мне говорит, я видел, там, как ты с этой девчонкой, как она тебе, там, тестовые вопросы какие-то присылала, там, тест какой-то проходил, я говорю, ну, окей, тест, тест. Нам всем нужно понимать, что мы живем в России, и это такая среда, в которой ни один человек не может себе гарантировать, что он там завтра или послезавтра не окажется в тюрьме, то есть мы можем сесть за репост, за лайк, за, там, ну, за какое-то реальное правонарушение, там, ну, мы, любой человек может оказаться там, в старости, в молодости, внезапно, там, резко, сразу и надолго, а может быть и выйти. Сама система тебя не будет исправлять, но ты, находясь в этой среде, да, в экстремальной, ты можешь сам себе какие-то задать там установки и стать лучше.